Шахматы доктора Кузьменко Доктор Кузьменко высыпал шахматы на стол. «Прелесть какая!» — сказал я, расставляя фигурки на фанерной доске. Это были шахматы тончайшей ювелирной работы, игра на тему «Смутное время» в России. Польские жовнеры и казаки окружали высокую фигуру первого самозванца, короля белых. У белого ферзя были резкие энергичные черты Марины Мишек. Гетман и Сапега и Радзивил стояли на доске, как офицеры-самозванца, как слоны польской партии. Партия черных была в монашеской одежде, митрополит-чиларет возглавлял ее. Пересветы ослябя в ватах поверх юночевских ряс держали короткие обнаженные мечи. Башьи троица Сергиева стояли на полях А8 и А8. «Прелести есть, не нагляжусь!» «Только сказал я историческую неточность. Первый самозванец не осаждал Лавры». «Да-да», – сказал доктор, – «вы правы». А не казалось ли вам странным, что до сих пор истории не знают, кто такой был первый самозванец? Гришка Трепев. Это лишь одна из многих гипотез, причем не очень вероятно. Пушкинская правда. Борис Годунов тоже был не таким, как у Пушкина. Вот роль поэта, драматурга, романиста, композитора, скульптора. Им принадлежит толкование событиям. Это девятнадцатый век, связь каждое объяснение необъяснимого. В половине двадцатого века документ вытеснил бы все. И вели бы только документы. Есть письмо самозванцам. «Да, царевич Дмитрий показал, что он был культурный человек, грамотный государь, достойный лучших царей на русском престоле. И все же кто он? Никто не знает, кто был русский государь. Вот что такое поэта, тайна. Бессилие историков. Стыдная вещь. Если бы дело было в Германии, где-нибудь нашлись бы документы. Немцы любят документы, а высокие хозяева самозванца хорошо знали, как хранится тайна. Сколько людей убито из тех, кто прикоснулся к этой тайне. Вы преувеличиваете, доктор Кузьменко, отрицая наши способности хранить тайну. Ничуть не отрицаю. Разве смерть Осипа Мандыштама не тайна? Где и когда он умер? Есть сто свидетелей его смерти от побоев, от голода и холода. В обстоятельствах смерти расхождения нет. И каждый из ста сочиняет свой рассказ, свою легенду. А смерть сына Германа Лопатина, убитого только за то, что он сын Германа Лопатина. Его следы еще 30 лет. Родственникам бывших партийных вождей, вроде Бухарина, Рыкова, выдали справки о смерти. Справки эти растянуты на многие годы, от 1937 до 1945. Но никто нигде не встречался с этими людьми после 1937 или 1938 года. Все эти справки для утешения родственников. Сроки смерти произвольные. Вернее, я буду предположить, что все они расстреляны. Не позже 1938 года в подвалах Москвы. Мне кажется... А вы помните Кувагина? Скульптора? Да, он исчез бесследно, когда многие исчезали. Он исчез под чужой фамилией. Смененный в лагере на номер. А номер был вновь сменен на третью фамилию. Слышал я о таких штуках, сказал Ген. Вот эти шахматы его работы. Кувагин сделал их в Бутырской тюрьме из хлеба в 1937 году. Все арестанты, сидевшие в кувагинской камере, жевали часами хлеб. Тут важно было уловить момент, когда с нема и разжеванный хлеб вступят в какое-то уникальное соединение. Об этом судил сам мастер. Ее удача вынуть из рта тесто, готовая принять любую форму под пальцами кувагина и затвердеть навеки, как цемент к египетских пирамид. Две игры кувагин так сделал. Вторая — завоевание Мексики Кортесом. Мексиканское смутное время. Испанцев и мексиканцев кувагин продал или отдал за так кому-то из тюремного начальства, а русское смутное время увез с собой в этап. Сделано спичкой, ногтями. Всякая железка запрещена в тюрьме. Тут не хватает двух фигур, — сказал я, черного ферзя и белой ладьи. Я знаю, — сказал Кузьменко, — ладьи нет вовсе, а черный ферзь у него нет головы, заперт во вем письменном столе. Так я до сих пор и не знаю, кто из черных защитников лавры смутного времени был ферзем. Алиментарная дистрофия — страшная штука. Только после Ленинградской блокады эту болезнь в наших лагерях назвали ее настоящим именем. А то ставили диагноз полиавитаминоз, пеллагра, исхудание на почве дизентерии и так далее. Тоже погона за тайной, за тайной арестантской смерти. Врачам было запрещено говорить и писать о голоде в официальных документах, в историях болезни, на конференциях, на курсах повышения квалификат. Я знаю. Куладр был высоким, грузным человеком. Когда его привезли в больницу, он весил 40 килограммов, вес костей и кожи, необратимая фаза алиментарной дистрофии. У всех голодающих в какой-то тяжелый час наступает помрачение сознания, логический сдвиг, деменция. Одно из «Д» знаменитой колымской триады «Д». Деменция, диаррея, дистрофия. Вы знаете, что такое деменция? Безумие. Да-да, безумие. Переобретенное безумие. Переобретенное слабоумие. Когда Кулагина привезли, я врач сразу понял, что признаки деменции новый больной обнаружил давно. Кулагин не пришел в себя до смерти. С ним был мешочек с шахматами, который выдержал всю ее дезинфекцию и блатарскую жадность. Кулагин съел, иссосал, проглотил белую ладью, откусил, отломил, проглотил голую черного ферзя и только мычал, когда санитары попытались взять у Кулагина мешочек из рук. Мне кажется, он хотел проглотить свою работу, просто чтобы уничтожить, стереть свой свет с земли. На несколько месяцев раньше надо было начинать глотать шахматные фигурки. Они спасли вы Кулагина. Но нужно ли было ему спасение? Я не велел доставать ладью из желудка. Во время вскрытия это можно было сделать. И голую ферзя тоже. Поэтому эта игра, это партия без двух фигур. Ваш ход, маэстро. Нет, сказал Кен, мне что-то расхотелось.